Виктор Работы по сохранению театра как объекта культурного наследия регионального значения стартовали в начале осени. Сперва здание лишилось части крыши. Тогда эту тему обсуждал весь Саратов. Потом началось действие, которое заставляет останавливаться всех прохожих. Рушили колонны и разбирали входную группу. С раннего утра на территорию объекта заезжает большегрузная техника и выезжает только после того, когда кузов наполнится строительным мусором. А потом стали появляться эти сообщения об узнаваемых частях от фасада оперного театра под ногами жителей Саксагая. Здесь и фрагменты анонсов праздничных мероприятий, обломки театральной мебели. Убедиться в том, что бетон и металл оказались выброшены сюда тайно, приезжали и специалисты областного министерства природных ресурсов и экологии. По словам сотрудников ведомства, территория поселка не место для захоронения культурного праха. Его дух может не так легко отсюда выветриться. Факт нарушений есть, экологических требований. Прокуратурой уже проведена проверка. Материалы обследования прокуратуры Кировского района направлены в министерство. Ну и соответственно у нас тоже идет административное расследование. Вот факт нарушений есть, и вот так как причинен ущерб окружающей среде, очень необходимо провести лабораторное исследование, чтобы определить класс опасности отхода. За такие действия по кодексу об административных правонарушениях предусмотрено наказание. От 30 до 5000 рублей штрафа. Работы на объекте ведет компания «Адептстрой» по заказу управления капитального строительства. На баннере указан телефон начальника участка, но он не берет трубку, чтобы объяснить, почему происходит утечка вывозимого мусора. Во всяком случае, возможно, после вмешательства контролирующих органов, машина с мусором едет не в сторону Саксагая. Сперва грузовик минует весь центр Саратова. Потом оказывается на выезде к Вольскому тракту, где в дальнейшем держит путь в сторону поселка Дубки, где по дороге расположен официальный мусорный полигон, куда и сворачивает водитель спецтехники. Учитывая, что асфальтная крошка или строительный мусор в последнее время – это очень ходовой товар, то можно предположить, что владельцы частных домов просто скинулись для того, чтобы сделать себе дорогу. Ведь от трассы до первого коттеджа – это самый короткий путь. Мусор выбросили недалеко от перинатального центра. Один из ориентиров – улица Камчатская. В нескольких местах она прерывается. Поэтому нужен другой путь. Эту же мысль подтверждает и местный сторожил. Дороги не было, и вот появилось. Правда, пока еще не весь привезенный мусор разровняли техникой. Здесь лес был. Лес? Да, здесь не было дороги. Так, тропинка вот. Несколько. Оперный театр стал ближе не только для жителей Саксагая, но и для тех, кто борется со стройкой. На Волочаевском проезде, где мэрия сдала в аренду пустырь и часть дороги общего пользования под застройку. Там местные жители тоже нашли высокопарную свалку. И опять те же приметы фасадной части оперного. Смотрите, сюда перенесает наш как бы этот театр оперы и балета, его фасад. Это вот он. Будем ходить, наверное, на балет. Планируемая дата окончания работ – декабрь 22-го года. И саратовцы надеются, что за это время больше нигде не обнаружат скинутый строительный мусор, над которым витает призрак оперного. Субтитры создавал DimaTorzok